Субтитры делал DimaTorzok Здесь происходит митинг, собрались жители города Харькова Пока все спокойно Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Уважаемые коллеги, слово предоставляется этой юной девушке, Юлии Иванкова, от защитников Харькова. Здравствуйте. Я бы всем хотела сказать о наших патриотах, полицзаключенных, которые мы вчера были. В 9 утра мы им передавали передачи. Сейчас нам не хватает постельного белья, все вчера передали, тапочки, все есть, кто какие средства нам передает. Просто много людей, которые не знают, кому передавать. Им сейчас занимаются я, Юля, Виктория, Татьяна, может, это, знаете, Оксана с автопробега. Это все мы занимаемся. Вчера мы там были. И все, что есть, туда передаем. Гуманитарка, еда, железная посуда. Мы будем там стоять, мы будем отстаивать то, чтобы их отпустили. Почему киевские? Они даже там суток не просидели. Они даже суток не просидели и их отпустили. Почему наших держат? Почему наших держат? Что мы делаем не так? Ничего. Свободу, политзаключенным. Помогайте, кто этим может? Свободу, нашим патриотам, харьковским защитникам. Они наши герои. Они нас защищают. Поддержим их всех. Свободу, 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 свободу. Кто же может помочь? Подходите сюда, подносите. Сейчас уже все есть. Сапочки. Ну, все, что необходимо, передали. Теперь нам нужно постельное. Во вторник мы будем передавать им постельное, одеяло, там, может, спортивные костюмы. Ну, все, что есть. Кто чем может? Помогайте нашим героям. Они наши герои. Помогаем им. Свободу, политзаключенным. Свободу, 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 нашим героям, харьковским защитникам, свободу. Свободу, 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 свободу. Дорогие харьковчане, слово предоставляется Василию Таранову от Прогрессивной социалистической партии. Уважаемые харьковчане, я представляю прогрессивную социалистическую партию Украины Наталью Витренко. С 1996 года мы последовательно боремся за союз Украины, Тарский союз Украины, России и Белоруссии. То, что сейчас произошло в нашей стране, это преступление перед народом и перед будущими поколениями. Нельзя мириться с этим. Произошел фашистский путь. В Киеве хунта незаконно захватила власть. С этим мириться нельзя. Что происходит? Лицемерное, циничное унижение украинского народа. Вы посмотрите, всего несколько дней назад во Львове так называемая самооборона захватила Львовскую прокуратуру. Хоть одного там привлекли? Хоть одного посадили? Нет! А здесь наших ребят, которые мирно находились в областной администрации, заключили... Тряху. Разве это справедливо? Нет! Нет! Конечно, с этим мириться нельзя и мы будем бороться против этого. Что будет для Харькова? Что будет для нас в результате того, что происходит в стране? А вот в Харькове у нас все промышленные предприятия практически заключили контракты с Россией. Работают на российских заказах. Теперь, когда эта власть отрывает нас от России, заводы остановятся, люди будут безградотные. И Харьков превратится в украинский Детройт. Мертвый город или город мертвых. Мы с этим мириться не собираемся. Да, то, что мы здесь собрались и собираемся, это прекрасно. Это голос народа. Но у нас, уважаемые харьковчане, ведь есть законные представители, которые должны защищать наши интересы. Это депутаты от Лоскового Совета. Это депутаты Верховной Рады от Харькова. Вы где-нибудь видели, чтобы депутаты выступили в нашу защиту? Нет. Нет. За весь период этого вот этих мутных событий не забрались ни разу депутаты от Лоскового Совета, чтобы защитить интересы простых харьковчан. Чем они занимались? Штаны отшпировали? Нет. Они пришли туда для того, чтобы крышевать свой бизнес. А надо, чтобы они защищали наши интересы. И я скажу, обращаюсь к депутатам от Лоскового Совета, если они меня услышат. Ведь власть хочет провести иллюстрацию, вы потеряете свои должности, вы потеряете свои доходы и даже заорете. А мы не хотим терпеть. И вы придется нам тоже бегать и искать выхода от положения. Я считаю, что мы должны обратиться немедленно и потребовать от депутатов областного совета созвать внеочередную сессию и на законных основаниях обратиться к Верховной Раде с нашими требованиями. А что надо сделать в нашей стране? Выборы президента это незаконные. Они всеми силами хотят провести эти выборы, для того, чтобы как-то сделать легитимное сформирование этого. Нужна быть, отставка должна быть и Верховной Рады. Единственное, что требуется от Верховной Рады принять новый закон о выборах, для того, чтобы всем людям было правильное возможности участвовать в выборах. И выбрать новую власть, которая бы защищала интересы народа. Они говорят, что за единую Украину и призывают нас за единую Украину. Может быть, я скажу, что это вам и парадоксально. Я тоже за единую Украину, но в том случае только. Если не будет хунды, убрать хунду, вы провести новые выборы, установить Братский Союз Украины, России, Белоруссии и Казахстана. И вот тогда мы за генеративное устройство Украины. А они, вы видите, как сценично подменяют понятия. Мне со федерацией не говорят, что вы депаратисты. Мы за единую Украину. Уйдите. Мы обращаемся к кликере ценника Турчинова. Уйдите. Подайте в отставку. И тогда новая Украина и тогда уже Галичина закричит обоссоединение от нас. Не мы от них, а они от нас будут убегать. Этого мы добиваемся. И последнее, что я вам хочу сказать. Для того, чтобы победить в этой нелегкой борьбе, нам, всем антибандеровцам, надо объединиться. И коммунистам, и социалистам, оплоту, всем. И многоеединиться победительным флагом борьбы. Антибандеровцам борьбы. Нашим дело правое, мы победим. Слово предоставляется Олегу Новикову. Я Олег Новиков, чтобы вы понимали, для чего мы здесь. Я Харьковчанин. Я здесь родился, здесь родились мои дети. Здесь живут мои родители. Я никуда не собираюсь уходить с моей земли. Не поеду в мой дом. Ни на запад, ни на юг, ни на север, ни на восток. Я Харьковчанин. Я консеприимный человек. Я всех приглашаю к себе в дом. И только я знаю, на каком языке мне говорить в своем доме. Только я, как глава Сибири, знаю, с кем мне дружить и кого брать в ком объять и в сваты. Америка, Европа. Я не приглашаю вас в гости к себе. Вы, как черные тараканы, нашли щель и пришли в мой дом, чтобы диктовать на свои условия. Когда ко мне в дом пробираются тараканы, я беру старый деклопос и мелок Машенька. И истребляю этих тараканов. Когда в мой дом приходят непрошенные гости... Да, это Харьков, площадь Свободы. Я забуду, сидите, Харьковчан. И мы квартира за квартирой, двор за двором, улица за улицей, вылетаем непрошенных гостей. Друзья, я вам хочу сказать одно. До тех пор, пока нам не будет руководить хунта, пока нам не будут руководить американцы и европейцы, мы все будем разъединены. Если мы вместе не сможем вымести американцев и европейцев, тогда я обращусь к своим родственникам. А они в большей степени находятся в России. Я Олег Новиков. Я за Единый Харьков. Я за Союз России, Украины, Белоруссии. И еще несколько слов, ребята. По поводу депутатов. Я долго и нутно приглашаю депутатский корпус местных советов, а именно здесь, депутат, выходить на площадь и говорить лично свою позицию по поводу происходящего. Никто не приходит. Поэтому с сегодняшнего дня, в сей момент, я Олег Новиков не признаю местных депутатов и отбираю свой голос доверия в вашу пользу. Вы теперь для меня не депутаты. Вы предатели и крыльцы. Вы считали парамет, который агитирует только за себя. Я вас не понимаю и не признаю. Читаю наоборот татупеды. По поводу России. По поводу Родины, друзья, для меня, как и странно, Родиной осталось 15 союзных республик с ее многообразием. Я за нашу сильную мощь на Родине. Я никогда не был разъединительным сепарадистом. Я за объединение. За объединение славянских государств. За объединение Казахстана. За объединение Беларуси. С этой мощью, которая была 20 лет назад, и которую разбалили. Это Родины! Друзья, я люблю это. Оставьтесь с вами с тобой. Спасибо. Спасибо. Оставчане, вы видите город Оставчане. Мы вас приветствуем, я. Ребята, вы знаете прекрасно, что такое Олег Шарел. Это наш бренд, единый мысль. Это наш единственный из первой партии региона, который нас не предал. Который с нами, с народом, ни Дорьким, ни Верным. Олег Шарел с нами, с народом, с другом месте. Здесь, в этой цели. Легературе. Слава, парень. Олег Анатольевич, с нами. Друзья, родные мои. Какой раз вас ждите. Я передаю вам приезд от Оставчего Донбасса. Я вчера был в Луганске. Луганск, вам тоже передаю привет. Я привез от Луганка, от Донецка, от Днепропетровска предложение Харкову объединиться. Для того, чтобы мы были сильными. Для того, чтобы нас нельзя было победить по-одиночке. Для того, чтобы нельзя было вывернуть наших лидеров. Арестовать, запугать людей. Обмануть. Если Харкову будет плохо, на помощь придет Луганск, Донецк, Днепропетровска. Это правильно. Мы должны помочь. И Луганску, и Донецку всем. Мы должны быть в Днепропетровске. Вы согласны? Сегодня действующая власть решила черту. Они взяли оружие в руки, они стреляют по людям. Люди выходили месяцами на улицы. Люди требовали, чтобы их услышали. Их не хотели слышать. С ними не хотели вести переговоры. Те чиновники, которые приезжали из Киева, они вели переговоры только с олигархами и с чиновниками. Они не вели переговоры с людьми. Они людей не слышали и не хотят слышать. Сегодня славянские стреляют. Стреляют в таких же людей, как мы с вами. Стреляют в тех людей, которые хотят всего лишь, чтобы русский язык был второй государственный. Мы ведь это все поддерживаем. Мы хотим, чтобы мы на уровне регионов решали вопросы языка, культуры. Чтобы те деньги, которые мы зарабатываем, оставались нам. Чтобы мы приезжали из других регионов расправляться с нами, чтобы у нас были свои подразделения. А это называется питернеризация. Вы за питернеризацию? Точно так же отвечают в Луганске, в Донецке, в Днепропетровске, в Одессе. Нам надо объединять наши требования, для того, чтобы нас услышали. Вы с этим согласны? Друзья, они нас смертельно боятся. Они боятся нас до дружи в коленях. У них паника, у них ужас. Они не знают, что делать. И то, что они делают, когда арестовывают наших товарищей, пытаются запугать. Когда направляют правоохранительные органы в спецназ, чтобы стрелять людей. Это от страха. Потому что они понимают, что они совершили преступление. И рано или поздно за них придется ответить. Я уверен, что не рано или поздно, а быстро или очень быстро. Правильно? Мы начнем освобождать Украину от фашизма. Как когда-то наши предки с востока на запад. Мы не оставим и тех, кто находится во Львове, в Смельницке, в Ивано-Францовке. Поверьте, там людям гораздо сложнее, чем здесь. Потому что там те, кто наши товарищи сохранили убеждения, они живут в очень сложной среде. Их запугивают. Их могут убить. И могут произойти все, что угодно. На юго-востоке областные администрации понимают, что народ против них начали организовывать штурмовые отряды. Это во всех областях одно и то же. На уровне замгубернаторов делаются штабы. Организовываются штурмовики. Им покупается оружие. И покупаются средства. Потому что милиция их не поддерживает. Потому что армия не поддерживает. Потому что со своим народом они смогут справиться только с помощью бандитов бандитскими методами. Но мы ведь этого им не позволим. Мы будем защищать каждого. Каждого. Только так мы будем сильны. Когда мы будем защищать каждого и будем все вместе. Один за дверь и все за одного. Правильно. Прокончение. Один за дверь. Один за дверь. Спасибо. а 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